Трепичная русская кукла как образ исторического и культурного наследия страны. На днях состоялась выставка «Волшебная руки творящая» в Центре декоративно-прикладного творчества Этнокультурного центра. Свои работы представила Елена Поздеева. Подробности далее. Елена Поздеева занимается многими видами декоративно-прикладного творчества. Но именно изготовление русской народной трепичной куклы особенно откликается в ее сердце. Занимается созданием таких кукол с 2008 года. Житьем увлекается с детства. В детстве я тоже много шила. Для кукол я очень много шила. Со своими любимыми сестрами. На дискотеке мы посещали. Всегда у нас были новые наряды и выкройки из модных журналов. Локация для проведения выставки символична для Елен. Много лет назад на первый мастер-класс своей жизни она попала в это здание к Марине Маргось. Вот уже 15 лет мы наблюдаем этого замечательного мастера, ее рост. Я всегда отмечаю, как на мастер-классах с удовольствием она внимает тому, что ей предлагают мастера. Наша героиня работает воспитателем в детском саду «Аннушка». В саду ведет семейную мастерскую «Берегиня», участниками которой являются родители и дети. Передает умения своим воспитанникам. А умеет она многое. Занимается она войлоком, занимается она куклой. Скажем даже так, что кукла – это одно из основных и любимых занятий Елены Николаевны. Ну, конечно, что-то где-то я посещаю мастер-классы, да. Может быть, что-то уже увижу где-то. Какие-то изюмники на мастер-классах вижу. Поэтому что-то уже появляется свое. Экспонаты на выставке предельно понятны. Для этого не нужно никаких объяснений. Куклы откликнулись в сердце каждого. То есть, смотришь, например, на эти куклы, понимаешь, что это связано с глубокой стариной. Возможно, кто-то из предков у нас точно так же ходил, одевался и так далее. То есть, это образы, которые нас переносят куда-то там в прошлое, да, либо вот в настоящем, где-то там откликаются. Тряпичные куклы-обереги – наследие народа с древних времен. Никогда не утратят актуальности. Анастасия Явтысая, Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.